МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север, студия Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. Убойная кампания продолжается. На данный момент заготовлено более 500 тонн оленины. В сельхозкооперативе ХАРП кампания близится к завершению. Календарная зима только наступила, но в Ненецком округе морозная и снежная погода уже больше месяца. Выучить Ненецкий онлайн. В округе проходят дистанционные курсы по обучению разговорному ненецкому языку для школьников. Об этом не только в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска об эпидемиологической обстановке по информации с портала stopcoronavirus.rf на территории округа выявлено 14 случаев заболевания COVID-19. Еще один летальный исход от коронавируса зарегистрирован в регионе за прошедшие сутки. В числе заболевших 13 жителей Нарьинмара. Кроме того, зарегистрирован один привозной случай заболевания из Северодвинска, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3242 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3000 человек. За прошедшие сутки 15 человек. В регионе зарегистрировано 78 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 149 человек. Из них стационарное лечение получают 27 человек, амбулаторное – 122. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1146 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроля в аэропорту Нарьинмара, на посадочных площадках в Нижнепёше, ОМИ и НИСИ обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Ненецком округе вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, организовавшего незаконную добычу водных биологических ресурсов. Судом Ненецкого округа оставлен без изменения приговор Нарьинмарского городского суда в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступления. Противоправную деятельность выявили в ходе совместного рейда специалисты отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов. В ходе проведения проверки сотрудниками надзорного ведомства и РУФСБ России по Архангельской области изъято более двух тонн рыбы. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в результате преступления водным биоресурсам причинен ущерб на сумму более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск на сумму причиненного преступлением ущерба. В Ненецком округе продолжается забойная кампания. Сельхозкооператив «ХАРП» уже проделал большую часть работы. О боленеводах и тонкостях забоя расскажет моя коллега Катрина Тайбарей. Цели намечены, задачи обозначены, работа идет. Тимофей Чупров бригадир преодолел со своими оленями 60 километров. На дорогу ушло полтора дня. Чумы у нас отсюда километров 70. Доехали до стада, собрали, погнали сюда, сутки ночевали вместе с оленями. На следующий день мы загнали. Загнали, сдали голов 700, выгнали и угнали обратно. Также полтора суток. Путь нелегкий. Учитывая погодные условия Заполярье, ночевать на улице осмелится не каждый. Впрочем, оленеводы народ привыкший. Всю дорогу мы с оленями ночуем на улице. Ну, как полагается, как каждый оленевод. Тяжело, естественно, конечно, тяжело. Костер не сделаешь. Ну, снегоходы есть. Съездишь на избу, скипятишь чайники, заправишь термоса и находишься возле них. Круглые сутки мы их не оставляем. Постоянно возле них, когда они вместе с нами, они чувствуют себя гораздо комфортнее и защищенно. Помимо сложных погодных условий, есть еще некоторые трудности. На подходе к поселку оленеводам мешают бродячие собаки. Они наносят огромный ущерб стаду. Нас одолевают собаки, которых выпустили с питомников. Они приходят нам туда, на весеннее пастбище, на осеннее пастбище. Они хуже волков. И не знаем, как с этим бороться. Вот хотим, чтобы приняли меры какие-нибудь. Отстреливать собак самостоятельно оленеводы не осмеливаются. Ведь это противозаконно. Но ущерб нередко достигает сотен голов. А это колоссальные потери. Сейчас некоторые речки не замерзли. Могут загнать в реку, олени утонут. Сломают лед. Вывернут ноги. Ну, они как обычно, как звери, приходят, так олени начинают крутиться. Ну, они собираются в кучу и крутятся. Вот, когда крутятся, а снега нету, гололед. И выворачивают ноги, ломают. Ну, считай, они друг друга затопчут. Вот сколько ущерба бывает. По сто голов бывает. Сейчас, после забоя, оленеводам нужно возвращаться обратно в стойбище. Но они опасаются за стадо. Не знаем, как перейти. Мы ждем, пока побольше снега будет. Чтобы легче нам было на снегоходах ехать, на оленях ехать. И легче было прогнать. И собаки тогда, они снегу, они слабше бегут, чем сейчас. По прибытии к забойному пункту оленеводы незамедлительно приступают к работе. Ведь график плотный. Каждая бригада подходит к населенному пункту в назначенную дату. Забойная кампания состоит из четырех этапов. Первое, это, конечно же, нужно добраться с тундры, со своих стойбищ до забойного пункта. Далее олени загоняют в кораль. Потом идет отбор забойных голов и незабойных. И потом уже, собственно, идет убой. А здесь решается судьба сахатых. Оленеводы отбирают головы на забой. На выходе отдельный человек считает количество рогатых животных, которых направят в цех. На сегодняшний день в СПК «Харп» завершили кампанию по заготовке мяса четыре бригады. На очереди еще три. В этом году колхозных мы планировали четыре семьсот, четыре восемьсот. И плюс еще закупаем участников. Где-то в пределах семьсот двадцати голов. Качество мяса в этом году лучше. Много, чем в том году было. В основном первая категория идет. Хозяйство уже выполнило больше половины намеченного плана по убою. На сегодняшний день убой осуществляют восемь хозяйств. Это сельхоз, кооперативы «Ижемский», «Оленевод и Ко», «Путь Ильича», «Красный Октябрь», «Капкос Ерф», «Харп», «Рассвет Севера», «Дружба народов» и «Индига». Всего на убой направлено более семнадцати с половиной тысяч голов северных оленей. И произведено 552 тонны мяса. Это 42% от общего плана. Катерина Тейборей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И в продолжении темы. На Наринмарском мясокомбинате расширяют производственные мощности. На предприятии идет монтаж нового склада готовой продукции. Объект позволит увеличить производство консервов и вместе с тем разгрузить имеющиеся холодильные мощности. Это позволит мясокомбинату принять у оленеводческих хозяйств дополнительный объем сырья. Ход работы оценил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа Альберт Чебдаров. Глава профильного ведомства отметил высокие темпы строительства. Работы развернуты в короткие сроки. Сдать объект планируют уже к началу февраля. Таким образом, уже этой зимой мясокомбинат сможет разгрузить холодильные мощности и заключить с оленеводческими хозяйствами дополнительные договоры на поставку сырья. Большие усилия в этом году были направлены на материально-техническое обновление и укрепление той базы, которая есть у мясокомбината. Мясокомбинат у нас основное перерабатывающее производство в округе, на которое завязаны все оленеводческие хозяйства. И во многом от благополучия мясокомбината у нас зависит оленеводческий хозяйство. Наш долг поддерживать его в надлежащем виде. Следующим этапом модернизации производственных мощностей предприятия станет строительство нового холодильника. Объект позволит дополнительно приобретать у оленеводов 250 тонн мяса. Начать строительство холодильника планируется к началу июня по мере готовности проектной документации. Кроме того, как сообщил директор акционерного общества «Мясопродукты» Казимир Кабалоев, предприятие планирует поставлять консервы на нужды Минобороны, Минздрава, МВД, Росгвардии и Управления ФСИН. Напомним, в задаче увеличить складские и холодильные мощности предприятие была поставлена губернатором Ненецкого округа Юрием Бездудным. Календарная зима только наступила, но в Ненецком округе морозная и снежная погода уже больше месяца. В последние дни жители региона столкнулись с неприятностью в виде сильного ветра и метели. О том, какая погода ждет нас в ближайшее время и как со стихией справляются коммунальные службы, расскажет Елизавета Кабанова. Многие жители региона уже достали из своего гардероба самые теплые вещи. А поход на работу или в школу превратился в целое испытание. Помимо давно выпавшего снега и мороза, на этой неделе бушует сильный ветер. И 3 декабря такая погода все еще сохранится. Местами будет небольшой снег, метель. Ветер северо-восточный и северный, силой 7-12 метров в секунду. А на побережье порывы достигнут 17 метров в секунду. Ночью местами порыв ветра может достигнуть 22 метров в секунду. Температура составит минус 17-22, ночью при прояснениях до минус 27 градусов, а на побережье местами минус 8-13 градусов. По прогнозам синоптиков, ветер будет сохраняться до конца этой недели. Коммунальные службы стараются очищать снег с проезжих частей тротуаров. Уборка ведется в круглосуточном режиме, но ветер разносит сугробы, тем самым добавляя работу коммунальщикам. Для пешеходов это в первую очередь расчистка тротуаров, расчистка подходов к местам, так скажем, особо значимым. Это детские сады, больницы, социально важные места. Конкретно для автомобилистов тоже максимальная расчистка от снега проезжей части, чтобы это не приглашалось в накаты. Сдвижка снега к бордюрному камню. Зимняя погода вносит свои коррективы не только в работу коммунальных служб, но и в образовательный процесс. Чтобы проверить, нужно ли ребёнку идти на учёбу, родители могут уточнить информацию на радиостанции «Север-ФМ» на частоте 103,5 в 7 утра 15 минут и в 7 утра 45 минут для первой смены, а также в 11.15 и в 11.45 для второй. На Радио России на частоте 101,6 в 7.10 утра и в группе ВКонтакте. В этой же социальной сети информация будет на странице НАО24. Кроме этого, проактированные дни можно узнать на официальных страницах администрации НАО и Департамента образования, культуры и спорта во всех социальных сетях. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Подходит к завершению чемпионат WorldSkills Russia. Участники на финишной прямой. Ребята выполняют свои последние задания и будут ждать результатов. Соревнования по разным компетенциям идут на четырёх площадках в Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова, на Ринмарском социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского, Ненецком профессиональном училище и Кванториуме. Пробуют свои силы в чемпионате 105 участников. Соревнования проводятся под наблюдением более 120 экспертов и 30 волонтёров. В этом году количество компетенций увеличилось с 9 до 12. В числе новых – дошкольное воспитание юниоры, веб-дизайн и разработка, графический дизайн, графический дизайн юниоры. Среди компетенций, ставших традиционными для участников – физическая культура, спорт и фитнес, преподавание в младших классах, предпринимательство, поварское дело, ветеринария, социальная работа, лабораторный химический анализ, электромонтаж, сантехника и отопление. Научиться эмоциональному разговорному ненецкому языку. В регионе проходят онлайн-курсы для школьников из посёлков Красное и Нельминоз. Занятия проводит автор обучающей программы, методист Центра развития образования Ольга Варницына. Подробности в следующем материале. Нина Ивада Коця в переводе с ненецкого – настоящая словечка. На курсах дополнительного образования порядка 10 учеников. Это школьники из посёлков Красное и Нельминоз. Обучение проходит в виде презентации, вот только интернет иногда подводит. Основная цель курсов – научить школьников разговорному ненецкому языку. Дело в том, что в рамках школьной программы сделать это очень сложно. Необходимо использовать родной язык в обиходе и в общении с семьёй, уверена Ольга Варницына. Я думаю, что решить можно лишь частично. И опять же, да, все говорят, и мы тоже так думаем, что чтобы язык сохранить, он должен идти не только от школы, не только в детском саду, это должно идти от семьи. Уроки проходят в формате зум-конференции – 16 часов дополнительных занятий. По окончании для школьников запланирован небольшой тест. К концу занятия, чтобы они сделали некий небольшой проект своими силами. И основную тему я взяла – тему семьи. Чтобы они описали свою семью, описали, где они живут, с кем они живут, чем они занимаются. Дистанционное обучение на курсах ненецкого языка, безусловно, даст положительный результат, уверена в Центре развития образования. Охват обучающихся пока небольшой – порядка 10 человек. Это используются информационные, дистанционные технологии. Во-первых, это проблема со звуком, связью. А изучение языка – это все-таки и слушание, и говорение. А если уже через какое-то препятствие проходит фонит иногда бывает. Если есть интернет. Ну вот это и есть дистанционные технологии, так скажем. Но в любом случае они есть, их использовать тоже можно. То есть мы хотели попробовать, что вот именно их тоже можно использовать. Мероприятие приурочено к проведению Дней Ненецкой письменности. В этом году в программе также пройдут конкурс чтецов на ненецком языке, интеллектуальная игра, конкурс сочинений на ненецком языке и другие. Ольга Русул, Владислав Носкин, телеканал «Север». Из зерен мастерства в дерево ремесел этнокультурный центр провел завершающие в этом году мастер-классы. Один из них вела именитая рукодельница из Мурманской области. О том, что шили хранительницы северной культуры, расскажет Илья Сахаров. Бисер как символ зерен мастерства, а в руках народных умелец зерна превращаются в дерево ремесел. У каждой оно свое. Первый день мастер-класса посвящен заготовке составляющих для сумочки из кожи оленя. Когда выкройка готова, умелецы приступают к вышиванию украшения. Работа с мелкими бусинками довольно кропотливая и требует максимальной сосредоточенности. Занимаюсь бисером впервые, именно вот этой технологией вышивки. Да, трудно, но справляемся. Мастер помогает и объясняет все. С бисером я работаю впервые, с вышивкой бисером. Поэтому для меня, конечно, это немножко сложно. Но благодаря тому, что все профессионально так объясняется, и такая атмосфера хорошая, поэтому проблем вообще не возникает. Многие рукодельницы в клуб народных ремесел «Мелне» идут из-за сложившейся там атмосферы. Творчество одновременно и успокаивает, и заряжает невероятной энергией. Тем более, когда мастер-класс дает именитые гости из Мурманской области. Рукодельницу в ярком национальном костюме, кстати, полностью вышитым бисером, зовут Елена Яковлева. По национальности мастерица Саами и является одной из немногих хранительниц культуры этого северного народа в нашей стране. Ее работы выставлялись во многих музеях России, Норвегии и даже Японии. На Венмар талантливый мастер приехала во второй раз. Говорит, для нее такие встречи – способ учить и одновременно учиться. «Когда ты передаешь знания, ты сам обогащаешься. Почему? Потому что ты приезжаешь к людям в незнакомое место. Ты людей не знаешь, не знаешь, в принципе, детали их, общее что-то, может быть, догадываешься, детали их жизнедеятельности ты не знаешь. И тем самым ты видишь, как бережно они относятся к своей культуре, как они ее берегут, как передают другим своим поколениям. И в результате ты сам понимаешь, что и твоя культура бесценна, и твоя культура красивая, хорошая, и твой язык также интересен. И, безусловно, начинаешь сам всем этим обогащаться». Такой обмен опытом важен еще и потому, что между собой общаются хранители цикультуры двух северных народов. Нинцев и Саами. Межрегиональное культурное взаимодействие между культурами рождает очень много идей для мастера, очень много мыслей и, конечно, самые огромные возможности. Потому что, не отходя от своей собственной традиционной культуры, можно представлять себя в новых проектах, в новой работе, именно в работе с данным материалом. Пошив сумочки для рукоделия, стал завершающим в этом году мастер-классом в рамках проекта «Из зерен мастерства в дерево-ремесел». Он реализуется на территории НАУ уже 7 лет. Умелицы этнокультурного центра также провели мастер-классы в Индии, Геоме, Неси, Коткино, Харивере и Харуке, а также в других населенных пунктах. Илья Сахаров, Алина Вучейская, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...